Мои дорогие, доброе утро, доброе утро, мои хорошие, доброе утро. Доброе утро, 10 часов время, 9,58, ой, мои дорогие, как я хорошо спала, как замечательно, я сейчас так поздно легла, я еще стиралась, вон, два раза машинка постирала, я развешивала все, надеюсь, что все высохло, чтобы сейчас дальше еще постирать. Что с телевизором, перезагрузить, что ли, надо, я что-то не понимаю. Вчера вечером точно такая же ерунда была, а вчера приехала домой из аэропорта, интернет не работает, ничего не работает, деньги закончились везде. Кстати, о, минус 20 показывает. М-м-м, минус 20. Включил, так, первый канал, Россия, 24 часа. В день Александра, естественно, сейчас пытаются очистить улицу именно там, где ход общественный транспорт, пока это, конечно, плохо удается. Москва. Как хабарус. Жрала вчера, этом, грейпфруты. Ох. 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 как хорошо спать свои постели таскаться блять нигде и по каким блять гостиницам посмотрите посмотрите это я вчера стиралась хочется выпить вина хочется выпить вина очень вчера пока все постираешь пока все развесишь а у меня еще сушилка то была забитая этим здесь же еще лежали пока все уберешь раскомпануешь вот здесь пока в ящике приберешь боже мой боже мой 20 градусов до мороза ну ладно кстати я думаю чем то горло маленько болело потому что дверь была не закрыта ладно поняла услышала но опять зато было микро проветривание это тоже хорошо думаете мое утро с чего началось я пошла в туалет и чуду в этих там свинья упала вот эти вот шторки упали эти грёбаные шторки нужно купить другие как-то заменить вот это вот владимир вольф речи не кричи жирик ты заебал блять чё тут не нужно разобрать да наверное вышел за помойка господи нужно перебрать вот здесь все на так мы дорогие мои хорошие умываться встречаемся с вами будем вместе пить кофе как хорошо надо волосы расчесать до волосы расчесать и и наконец-то пить прекрасно чистить так владимир вольфович орел как сумасшедший надо господи отключить 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 как хорошо но все же нужно спать ложится вовремя еще перелет утомил перелет утомил и то что я легла поздно это ж каждая это столько порошка насыпала на стирку потому что это увеличилось время стирки до плюс дополнительное полоскание ну и собственно говоря собственно говоря пока вы стираешь пока раз и 40 минут стирается 40 минут стирать потом развешиваешь потом еще 40 минут стирается вот и все вот и все при всей моей любви при всей моей любви не что нужно с нехороший поставлю кофе поставлю кофе и нужно будет решать тест тест участковой избирательной комиссии зинат бристина выслала дело производства смотрите сейчас грузится дело производства в участковой избирательной комиссии так подождите не поставить так камеру чтоб не слепила сейчас быстро поставлю кофе ой как сегодня солнечно ну короче здесь будет не видно с кофе сварил вернусь к вам что хочу сказать кофе варится надо тест решать иначе меня просто убьют это уже второй тест скажите мои дорогие кто-то и среди вас есть а член участковой избирательной комиссии фамилия имя отчества так можно пойти на компьютере дома сделай а именно на работе сделать выберите комиссию тику и куик далее выбрать 1849 открывается кто мои дорогие вот решал такой тест уже помогите мне по любому тут выбрать комиссию 1849 так 1849 далее член с правом решающего голоса секретарь заместитель председателя председателя член с правом решающего голоса далее теста в тесте присутствуют вопросы с выбором одного или нескольких правильных вариантов ответа так какие из ниже за каждого продается один балл да в общем сейчас так какие из ниже перечисленных групп документов встречаются в работе участковой избирательной комиссии а входящие которые поступают в комиссию исходящие которые отправляются из комиссии другой вариант ответа внутренние с которыми оформляются заседания принимаются решения избирательная документация документы подтверждающие финансово-хозяйственную деятельность комиссии все перечислены в пунктах а и д 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 Порядком ведения дела производства вы утвержден имптик. Подожди. Каким документом устанавливаются правила ведения дела производства? Как таковое дело производства я ведь не веду. Ведет секретарь. Я руководствуюсь порядком ведения дела производства вы. Ну ладно, я написала избирательным кодексом. Подведите, щелкнув варианты. Кто является ответственным за организацию документа оборота участковой избирательной комиссии? Кто является ответственным? Председатель УИК, конечно. За организацию участковой избирательной комиссии? За все ответственное. Кто непосредственно занимается документом оборотом ВУИК? Секретарь УИК. Тут даже можно варианта ответа не читать. Секретарь УИК, член УИК назначенный председателем, председатель, заместитель? Нет, секретарь. Кто в УИК является ответственным за находящийся у него документ? Секретарь, член УИК, председатель УИК, заместитель председателя. Кто в УИК является ответственным за находящийся у него документ? Каждый член УИК. Конечно, мы же получаем списки, бюллетени, и каждый ответственный за свое. Что нужно проверить при приеме входящего документа до проставления штампа о приеме на экземпляре отправителя? Что нужно проверить при приеме входящего документа? Так, целостность документа. Правильность адресования, целостность документа, наличие всех приложений, соответствие экземпляров друг к другу. В какие сроки до дня голосования комиссия должна рассмотреть обращение граждан? Так, сыр себе приготовила. Сыр приготовила Гоя. Съем кусочек сыра. Такой вкусный. Вообще не знаю, цветной этот вопрос. В какие сроки до дня голосования комиссия должна рассмотреть обращение граждан? В пятидневный срок, но не позднее дня предшествующего дня голосования? В тридцатидневный срок, но он сразу нет. Десятидневный срок, но не позднее дня предшествующего дня. В пятидневный, наверное. Немедленно. В какие сроки до дня голосования комиссия должна рассмотреть обращение граждан? В пятидневный срок. В какие сроки в день голосования или на предшествующий день после голосования комиссия должна рассмотреть? Обращение к граждан. Немедленно пускай будет. Какие основные журналы регистрации ведутся в участковой избирательной комиссии? Журналы регистрации входящих документов, журналы регистрации сходящих документов, реестр учета обращений граждан, журналы регистрации решений, все перечисленные в пунктах, конечно. Так, это я кофе наливаю. И сколько интересных этих вопросов, а? Так, какими документами оформляются заседания комиссии? Протоколом заседания и решением, повесткой дня... Протоколом заседания и решением комиссии. Какими документами оформляются заседания комиссии в Чинчинку? Помню. Выборы назначены на 19 сентября нового дня рождения. На 19 сентября. Блять, отказаться мне кажется легче. Протоколом заседания и решениями. Повесткой дня заседания, протоколом заседания и решения комиссии. Повесткой дня. Вот это вот. Назовите документы УИК в строгой отчетности. Бюллетени для голосования специальной марки. На бюллетени листы, на которых размещались специальные марки. Решения УИК было назовлением так все перечисленных в пунктах, да? Каким документом фиксируется передача документов УИК-ТИК? Протоколом, реестром, актом, решением ТИК? Протоколом, реестром, наверное. Каким документом фиксируется передача документов УИК и СТИК? Наверное, по реестру я шеплять не получаю их. Назовите документы УИК, содержащие персональные данные граждан? Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Может быть несколько ответов, да? В список избирателей, да? Заявление и обращение граждан, да? В списке членов комиссии наблюдателей, также документы, подтверждающие полномочия. Документы, полученные из вышестоящих организаций. Журналы, регистрация, обращение граждан. Решение УИК, реестр, выдача, копия, протоколы. Это все. Реестр, выдача, копия. Вот это нет. Какие требования предъявляются к хранению документов, содержащихся персональные данные? Кофе. Кофе. Аромат, аромат. Ой, какой аромат. Аромат очень даже. Аромат обалденный. Так, какие требования предъявляются к хранению документов, содержащих персональные данные? Документы должны храниться в закрываемых и печатных сейфах или металлических шкафах. Документы должны храниться строго у председателя, у них нет. Документы должны храниться в помещении со сигнализацией, да? И в металлических шкафах. Так, какие требования предъявляются к использованию документов, содержащих персональные данные? Так, какие требования предъявляются к использованию документов, содержащихся? Так, для таких документов особые требования использования не установлены. Такие документы нельзя тиражировать, копировать, фотографировать, да. Такие документы нельзя передавать сторонним лицам и организациям. Так, это не ужасно. Такие документы нельзя показать членам КМС. Так, такие документы нельзя передавать посторонним лицам и организациям. Так, задача, о господи, задача, задача номер один. Избиратель за 10 дней до дня голосования обратился в УИК с заявлением, в котором попросил установить в здании, в котором размещается помещение для голосования пандуса, для того, чтобы он мог прийти в день голосования и проголосовать. Дежурный член УИК отказался принимать это заявление и сказал, что по избирателю лучше обратиться к кому-нибудь другому, например, в администрацию. Дежурный член УИК поступил верно, нет, неверно. Дежурный член УИК, тут и вариант. Дежурный член УИК поступил верно, он не должен был принимать обращение избирателя, должен был направить избирателя к собственнику здания, нет. Дежурный член УИК поступил неверно, он должен был принять обращение избирателя, зарегистрировать его в журнале, входящем в документах и после этого незамедлительно оповестить председателя. О, задача номер два. Избиратель за 10 дней до дня голосования обратился в УИК с заявлением, в котором попросил установить в здании, в котором размещается помещение для голосования пандусы, для того, чтобы он мог прийти в день голосования и проголосовать. Дежурный член УИК отказался принимать это заявление и сказал, что избирателю лучше обратиться к кому-то другому. Это задача. Например, в администрацию нет. Никого письменного ответа гражданин давать не нужно, поскольку это обращение не связано с компетенцией. Нет. В письменном ответе гражданину указать, что обращение не связано с компетенцией, поэтому необходимо обратиться к собственнику здания для решения вопроса. Нет. В письменном ответе гражданину необходимо указать, что обращение было направлено к собственнику здания, так как в полномочию не входит установка пандуса на вход в здание. Дополнительно необходимо разъяснить право избирателя обратиться с заявлением о голосовании вне помещения для... О! Вне помещения, если он не может прибыть на участок, мы можем к нему прибыть сами. Если по состоянию здоровья не может посетить помещение для голосования в день голосования. О, блядь. Задача номер три. За 12 дней до дня голосования в УИК поступило обращение, направленное через отделение почтовой связи. На конверте заполнены фамилия, имя, отчество гражданина, а также его адрес. Однако само обращение написано от руки, очень плохим почерком. Это обращение пытались разобрать все члены комиссии, однако разобрали только несколько слов, что-то про агитацию голосования. Господи, варианты ответа. Три, да? В течение пяти дней со дня получения обращения необходимо направить тест, направившую застенение того, как состоится в порядке голосования. Так, принято так. Оставить обращение без какого-либо ответа нет, нельзя. В течение пяти дней со дня получения обращения необходимо направить тест гражданина, направившую застенение в том, что в обращение не подается прочтение. Вот. Правильный ответ. В течение пяти дней со дня получения обращения необходимо направить ответ гражданину, направившему обращение, с разъяснением того, когда состоится голосование и каков порядок проведения предвыборной агитации. Задача номер четыре. Блять, сколько их, а? За девять дней до дня голосования в участковую комиссию поступило письменное обращение. За девять дней до дня голосования в участковую комиссию поступило письменное обращение гражданина, в котором он, нецензурно выражаясь, изложил свою точку зрения о существующей избирательной системе избирательных комиссиях в порядке проведения избрания депутатов и о самих депутатах, а также сообщил, что в день голосования он будет находиться в другом месте и просил разъяснить, как он может проголосовать по месту его нахождения. Оставить обращение без какого ответа. Нет. Необходимо подготовить их в течение пяти дней на правительство, в котором указать о недопустимости злоупотребления правом, при этом не давать разъяснение, в каком порядке граждан. Так, нет. Необходимо подготовить их в течение пяти дней на правительство, в котором указать о недопустимости злоупотребления правом, при этом разъяснить, в каком порядке граждан может проголосовать. Во. Вот. Блять, задача номер пять. Сколько их? Задача номер шесть. О-о-о-о-о-о. И конец. Две задачи последние осталось. Так, задача номер пять. в участковую Комиссию 30 августа, а у нас выборы на 19 сентября назначен то. 30 августа комиссия уже начинает работать, она тоже уже работает в полную силу. В участковую комиссию 30 августа поставьте выборы в мой день рождения 19 сентября. Это с утра до вечера быть на избирательном участке. Слушайте, если только работать в день рождения всегда выборы, можно даже не узнавать это 19 сентября, это воскресенье. Это просто в понедельник улететь и все. Вот и все, вот и все. Так, в участковый избирательный 30 августа поступило письменное обращение избирателя, проживающего на территории данного избирательного участка. О нарушении его прав собственника при размещении печатных регистрационных материалов одного из кандидатов. Материалы были размещены неизвестными лицами на гараже избирательного. Ага. Комиссия должна дать граждану письменный ответ о том, что обращение не связано с компетенцией. Так, обратиться в правоохранительный орган. Вот это мне кажется так, подожди. Комиссия должна обратиться с представлением о проведении проверки и пресечении... Да, правда, что? Комиссия должна с силами членов УИК очистить гараж. Ну, точно. Комиссия должна с членами силам УИК очистить гараж. Нет, конечно. Так, последняя задача. К председателю УИК обратился член комиссии с правом решающего голоса с просьбой разрешить ему взять часть списка избирателей домой, чтобы быстрее оформить приглашение для избирателей. Нельзя. Председатель комиссии разрешил, но секретарь комиссии вмешалась и запретила вынос списка бюллетеней. Конечно, нельзя. Ну, это задача. Ну, конечно же. Прав председателя, потому что разрешилось взять список избирателей... Нет, не прав. Прав. Прав секретарю УИК. Список избирателей содержит персональные данные и может быть использован в работе только секретарем, председателем... Нет, не прав. Прав секретарь УИК. Список избирателей содержит персональные данные и должен находиться в помещении участковой комиссии в сейфе или закрываемом шкафу. Так, вот этот вариант ответа отправить. Давайте мы с вами посмотрим. Так, тест пройден. Вы можете посмотреть или пройти тест заново. Посмотреть баллы. 14 баллов из 21. Я ответила правильно на 14. Окончательный результат еще неизвестен. 14 баллов. Посмотреть баллы. А на какие вопросы ответить он правильно? А-а-а... Вот и пожалуйста. Вот и пожалуйста. Какие из них же... Так, на первый вопрос я ответила правильно. Вот галка стоит. Все перечислены документы из пункта. На второй вопрос я ответила неправильно. Каким документом устанавливается правило ведения делопроизводства? Избирательным кодексом в Сырловской области неправильный ответ. А каким? А регламентом работы УИК? Порядком ведения делопроизводства в УИК? Вот проджuly он ВТИК, наверное, да, вот. Порядко введения дела производства в УИГ. Второй вопрос, неправильно. На третий вопрос, кто является ответственным председателю их? Правильно. Кто непосредственно занимается документно-оборотом? Секретарь. Правильно. Кто, УИГ, является ответственным за находящимся у него документ? Правильно. Что нужно проверить при приеме входящего документа? Правильность адресования? Правильно. На седьмой вопрос тоже правильно. В какие сроки до дня голосования комиссия? Так, правильно. На восьмой вопрос. Правильно. Девятый вопрос. Правильно. Ответила. Десятый вопрос. Ответила. Правильно. На одиннадцатый неправильно. Назовите документы выки с строгой отчетностью. Бюллетени для голосования, да? Специальные знаки марки, да? Листы на которых размещали специально... А, блядь, я... Вот это... Представьте, я ответила. Листы, на которых размещали специальные бланки, я не увидела. Решение УИК. Это, конечно, неправильно. Неправильно. На двенадцатый неправильно. Каким документом фиктируется передача документов УИК и СТИК? На тринадцатый тоже неправильно. А-а-а. Здесь было несколько вариантов ответа. Я часть указала правильно, вот галками. Блядь. Не хочешь, да? Приложение Хром не отвечает. Чё, почему? Поэтому не хочешься. Подождать. Вот. Тут было несколько вариантов ответа. Я часть ответила правильно, а один... А один, короче, не отметила. Ну, короче. Ну, такое. Чё, ещё неправильно. Ладно. Задача номер один. Правильно. И решена. Зелёненькая. Задача номер два. Правильно. Комментарий. Так, подожди. Задача номер один. Зелёная. Правильно. Фу. И вот комментарий. Вот комментарий этого ведомства. Так, дежурный член УИК поступил неверно. Он должен был принять обращение избирателя, зарегистрировать его в журнале входящих документах, и после этого незамедлительно известить председателю УИК поступления обращения. Председателю УИК должен незамедлительно известить УИК поступления обращения. Угу. Ну, короче. Всё. Задача номер два. О-о-о-о-о. Задача номер два. Правильно. И комментарий. Так, неплохо на комментарии. Может, я правильно ответила. Задача номер три. Неправильно. Так не в течение пяти дней. В случае, если текст писемного обращения не поддается прочтению, ответное обращение по существу не дается. Прикиньте, в случае, если текст писемного обращения не поддается прочтению, ответное обращение по существу не дается. В данном случае обращение имеет содержит фамилию, имя и отчество, а также адрес. В течение пяти дней со дня получения обращения необходимо направить ответ гражданину, направившемуся обращение о том, что его обращение не поддается прочтению. Правовое обоснование, часть 4, статьи 78 Федерального закона от 12.06.2002, номер 67 ФСЗ, об основных гарантиях избирательных прав. Знача номер 4. Неправильно. Если поступило обращение, в котором содержатся нецензурные, либо оскорбительные выражения и угрозы, то необходимо подготовить и в течение пяти дней направить ответ, в котором указать о недопустимости злоупотребления правом. При этом какие-либо вопросы по существу именно в... О! С хейтерами не работают на избирательном участке. С хейтерами уже никто не работает. Я читала комментарии под вчерашним видео. Очень много заблокировал. Очень. По поводу таксиста вот этого. Мне не разделились на самом деле, я все сделала Паэля. Кстати, извинения уже принесли. Таксиста уволен. Угу. Тут тоже. Если поступило обращение, в котором содержатся нецензурные, либо оскорбительные выражения и угрозы, то... Угу. Все, ладно. На... Задача номер 5. Неправильно ответила. Ну, короче. Задача номер 6. Правильный. Зелененько. Правильно. Пятая. Правильно. Забучение взломаю. Буду комментарии читать потом. Вот и все, вот и все. Зинаида Борисовна, доброе утро. Все, тест прошла. Инна, молодец. 14 правильных ответов из 21. Результат не очень, да? Ну, такое. Доброе утро, Елена. Да, конечно же, можем. Игорь мне написал вчера. Знаете, кто хорошо добралось? Игорь, который из Москвы. Ну, как? Где звонки? Где звонки? Где звонок? Где звонок? А, вот. Вернуться к звонку. Алло. Слива. Лена, пока. Давай, 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 пока. Я. Болтала по телефону. Сожрала пол грейпфрута. Смотрите. Сожрала пол грейпфрута. Кофе такое горячее. Какое вкусное. Какое вкусное, а! Достала щипчики. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Надо прополоть брови. Ла-ла. Ла-ла-ла. не знаю зачем волосы растут там я не должны расти давить но зачем мало и вероятно что не захочется что волосы росли на век ну вот гораздо лучше а теста прошло прекрасный чувство небеса не склонись вниз 2 и там даже не прослушала было стих 907 уроки 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 о какой где она взяла такую сохранить добавить в избранное смотрите у меня есть смайлики вот это мне очень нравится вот этот обожаю смайлик обнимашечки пупсик дорогой мой дружочек привет привет я опять заблокировала хуеву тучу людей очень много я еще даже не дочитала комментарии подожди сейчас с ними разберусь еждина талий не ответила что приду завтра в 4 часа я иду в вы 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 выставочный зал и вот еще я хотела бы вам сказать кого скрыт номер вот неизвестный номер у вас просто нет шансов до меня дозвониться но просто нет вы видите номер неизвестный заблокирован 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 а вот так же вчера появилась получилось с этим таксистом все мой дороге тест решила кофе попила заняться делами видите сколько вишка о как много не просохла чуть-чуть еще чуть-чуть ну ладно совсем чуть шапка с нудик все мои дорогие целую вас обнимаю до встреч до скорой